Многие сегодня политологи, эксперты говорят о том, что эти выборы надо рассматривать как некий элемент доверия безальтернативному курсу Молдовы в Европейский Союз. Мы предлагаем гражданам Республики Молдов альтернативу, альтернатива таможенный союз. Все, кто здесь присутствует в той или иной степени, но продвигали в основном идею о том, чтобы в Молдове провести референдум и спросить население. За 23 года могли бы провести один референдум и спросить население, какой вектор развития для нашей страны предпочтительен. Мы открыто придерживаемся того, что наша страна должна вступить в таможенный союз. Это рабочие места, это сокращение безработицы, это энергоресурсы по приемлемым ценам, когда население сможет оплачивать услуги зимой за газ, за тепло, это рынки сбыта нашей продукции. И самое важное, это те люди, которые работают сегодня в Российской Федерации, это поддержка этих людей. У меня все открыто для подписания. Пожалуйста, господин Дадон, кто там еще? Господин Мишин, патриоты Молдовы, давайте все вместе объединяем усилия. Очень сложная ситуация. Страна находится в сложной ситуации, когда есть угроза и вероятность ликвидации молдавской государственности. Унионистские партии об этом открыто говорят. Поэтому надо объединяться всем здоровым силам, всем государственникам. Надо объединиться, создать один мощный левый блок. Пожалуйста, господин Воронин тоже может в этом блоке участвовать и двигаться вместе. Очень ответственный момент для нашей страны.